Привет, друзья! Мы приехали в гости до нашего товарища, до Валеры Авершина. Вы могли посмотреть на моем канале ролик под названием «Карпаччо по-Лугански». Сейчас Валера готовит на всю катушку, на всю потужность пирог савойский. Савойский пирог – это вариант мясного пирога. Причем все компоненты готовятся отдельно. А открытый пирог или закрытый? Закрытый. Что мы делаем с картофелем? Мы его прожариваем по готовности колотистой кури. Фарш, какие тут? Свиноговяжий. И специи, какие? Специи, смесь перцев с сухим чесноком, щепотка лесных грибов. Сухие. Капелька оливкового масла и немножко соевого соуса. А уже подсмазывается картошечка. Баклажанчики. Баклажанчики. А, кстати, как правильно, баклажанчики или сыненькие все-таки? Так и так. Потому что у меня бабушка, а я все детство проводил в абсолютно украиномовном селе в Сватово, там только сыненькие. Только. Бо оно по кольору, как сыненькие. Ну то. Дика, а скажи, а Валера хороший кулинар? У него выйдет пире в Савойске? Выйдет. Святоля, ты ела когда-нибудь в Савойске? Нет. Первый раз. Сегодня будет дебют. А тарт татен ела? Нет. Ну, сколько дебютов. Вчера он был целый. Я пішел на кухню, девчата. И половина съела. Девчата, ждите нас с перемогою. Давай. Мы вас сделаем. Все, лук. На терке. На крупной. Я думаю, что шампиньоны совершенно не испортят классический савойский пирог. А в классическом его нет. Но творчество в кухне всегда приветствуется. Да, на самом деле это вот впервые. И тоже его на пательню? Да, конечно. Фарш. Он доводится в сковородке до состояния полной готовности, а потом пойдет в пирог. Ну, вот это мы все пересмажили, так? И что? А потом мы будем собирать. Как конструктор. Ну, я бы раньше сказал, как автомат Калашникова. Но, учитывая наши теперешние взаимоотношения с Российской Федерацией, я скажу, мы будем собирать, как винтовку Барретт снайперскую. Это верхний этаж савойского пирога, состоящий из молодых мягких сыров. Это может быть плавленый сыр, это может быть моцарелла. Ну, короче говоря, любые молодые сыры. То есть верхний, это нижний. Это на тесто. Да, под тестом. Под тестом. Последний слой под тестом. Можно любое тесто брать абсолютно верно. Дело в том, что в этом пироге, ну, как бы тесто не главное. Мы готовим форму для пирога. Для этого мы капельку масла делаем, такую мягкую подушечку под тестом. Кладем первый лист. И делаем небольшой бортик. То есть бортики должны быть до верху, да? Ну, почти. А это тоже нужно для... Ну, конечно. Но мы уже готовим савойский пирог, да? Под него нужен французский напиток. Бренди. Бренди, конечно. А сыр, ты сказал, что сыр первый? Нет. Сыр самый первый, сверху, сверху, конечно. Ага. Конечно. Далее еще. Картофель. Сыненьки. Ага. Сыненьки. Сливки. Самое главное и самое важное. Жирник в майзвожке будет. Ну, да. Мы же в Украине живем, да? Это же савойский пирог, который делается в Украине, правда? Накрываем. Я боюсь, что после этого вы уже ничего не захотите. Даже пробовать, потому что он очень сытный. Очень. Он вкусный и сытный. Украина. Спасибо за субтитры Алексей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...